Тема «Книга открытым оком», тема «Святая Библия», вопрос 1500-й, 1501-й, 6-й том. Прошло 900 лет, как в православной церкви появилось толкование блаженного Феофилакта, почти на весь Новый Завет, не считая откровений Иоанна Богослова, и никто ни разу не покусился исправлять Феофилакта. Как же вы, дерзун ли, это сделать? И канон Андрея Критского существует уже 1300 лет, и никто не пытался его исправлять, а вы и его подвергаете сомнению. Это уже может быть и не дерзновение, а самая настоящая дерзость. И не от Бога она, а от лукавого? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин из предисловия к первому тому книги «Открытым оком». Вопросы, на которые даются ответы в этой и следующих книгах, накопились за 40 лет общения с людьми. Я не очень хорошо слышу и всегда прошу, чтобы вопросы подавали мне в письменном виде. Эти бумажки мне подавали на занятиях по изучению Слова Божия в АГУ, Алтайском государственном университете, в АГТУ, в краевом городских отделах УВД, вузах, техникумах и школах Барнаула, Новосибирска, Академгородка, на радио России, Голосе Америки, в барнаульском радио РОСА и ГТРК Алтай, в монастырях, площадях, вокзалах, метро, картинных галереях, поездах, самолетах, кораблях, в Синоде в Нью-Йорке, Сан-Франциско, на собраниях различных сектантов, в столицах всех союзных республик и многочисленных письмах. За все эти годы не было ни одного вопроса, на который бы я не стал отвечать. Меня всегда удивляли прекрасные богатейшие труды Лопухина, Григория Дьяченко, Игнатия Бринчанинов и других. Но почему они никогда нигде не выходили за рамки апологетики существовавшего православия в России, защищая современное им церковное явно небиблейское устройство в государстве? Дух Божий в пророках поступал не так. Говорить о недостатках в своей церкви страшно опасно было даже для них, тем более для меня. Самая большая опасность всегда исходила от церковных властей, исказивших суть православия, не знающих и скрывающих Библию от народа и угрожающих отлучением от церкви, преданием анафеме. В искоржении Слова Божия повинны все – католики, православные, все сектанты и еретики. Ответы дается не от имени сегодняшней так называемой православной церкви, а опираясь на авторитет Библии. Примером в этом для меня всегда были пророк Иеремия, апостол Павел, святитель Иоанн Златоуст. Маяком всегда были следующие слова пророка. 2 Паралипоменон 18.13 Читатели просим задавать любые вопросы, касающие спасения души, в письмах и по телефону. Ответы на эти вопросы, если даст Бог и живо будем, обязательно войдут в следующие книги. Адрес 656016, город Барнаул, улица 2 Строительная, 6216, Лапкину Игнатию Тихоновичу, телефон 243846, 628737, 631948. Теперь конкретно по этому вопросу. Ярлыки навешать для этого не нужно ни совести, ни ума. Нужно помнить, что когда жили эти люди, они не были еще так обожествлены. Это были обыкновенные люди, о которых с успехом вытирали ноги их прихожане, как пишут в том историке. Никто не боялся пророка Илии и других не менее славных деятелей своего времени. Но потом в силу известности и почитания стали к ним относиться как к иконам мироточивым, не прикоснуться, не дыхнуть. А вот праведный Ивов спорил с Богом и говорил без сисюканья и без истивого придыхания. И однако Бог его молитву более слушал, чем этих восхвалителей и собеседников. Ивов 13, глава 8 стих. Надлежало ли вам быть лицеприятным к нему и за Бога так припираться? Ивов 42, 8. Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу моему Ивову и принесите за себя жертву. И раб мой Ивов помолится за вас, ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне, не так верно, как раб мой Ивов. А Ивов говорил с Богом так, как сегодня говорят разве только с обидчиком. Он требовал от Бога ясного ответа и готовился на суд с ним выйти и одержать победу. Ивов 23, 10. Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото. Ивов 31, 6. Пусть взвесит меня на вписах правды, и Бог узнает мою непорочность. Ивов 13, 18. Вот я завел судебное дело, знаю, что буду прав. Ивов 32, 2. Воспылал гнев его на Ивов за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. Апостол Павел не дрожал перед прочими апостолами, потому только и удержал, и удержал для нас полную свободу во Христе, чтобы не обрядоверцы властвовали над нашими душами. Беда же в том, что вскоре затерли эти места Писания, и снова обрядоверцы и типиконщики одну кожуру оставили от истинного православия. И все свели к поклонам, молениям без жизни духовной, возвышенной и животворящей. Галатам, 2 глава, 5 по 6 стих. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинное благовествование сохранилось у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Чтобы вы поняли, чего я хочу, спрошу и я вас, и вы честно ответе, пережили ли вы смысл этих слов Павла? Испытали ли когда на себе это? Прошлись ли эти строки по вашему сердцу и по жизни, так, чтобы и стали вашим дыханием и сутью? И вот эти слова, 1 Коринфянам 9, 22. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Если вам еще то не удалось пережить, вжиться в них, страстись с этим огнепальными словами, то как я могу достучаться до вас, что и мне что-то дано, и я поступаю согласно моего таланта? Когда я вел радиопередачи по местному радио, я дал свои беседы с отцом Александром Менем, где мы беседуем, и я противоречу ему. О, как взыграли патриотичные люди и поднялись против меня. Да как вы можете противоречить такому человеку? Могу и обязан, а вы не можете, потому что вы рабы, и завтра же будете легать его. Я говорил это живому и выражал несогласие с его книгами, с их сдержанием юридическим. И вот сегодня открыто пишут об этом в интернете, как отец Максим Козлов говорит. Просто я опередил общее настроение, и в этом ли моя вина? Относительно блаженного Феофилакта, я не изменил ни одной строчки или мысли в его трудах и ничего не добавил. Но дал комментарии всего на 297 мест его толкования, и выделил, то есть подчеркнул еще 117 мест, чтобы читающие на эти места обратили внимание. Итого, 414 мыслей Феофилакта я выделил, заострил на них внимание, и усилил их комментариями и трудами святых отцов в православии. Все, более ничего не сделал. Не надо лгать, и все это о проповеди, о ее крайней необходимости. То есть я не только не посягнул на его труд, а напротив возвысил его, чтобы его труд заговорил, а не просто стоял на православных полочках в библиотеках. Это моя любовь к нему, и жажда живых слов, жажда оживления людей через эти его слова. А о каноне Андрея Критского и говорить нечего. Здесь я просто высказал ту мысль, что в таком виде, как она сейчас, есть канон, не приносит нужной пользы. Он должен читаться в продолжении всего года, и в основном этот сегодняшний канон для оглашенных. Ибо те грехи, о которых говорил Андрей, они среди верующих именоваться вообще не должны. И еще я сказал, что если из 204 событий библейских Андрей выжил только покаяния, то есть возводит через это на первоначальную степень молитвы, прошение, то необходимо ввести дальше людей из этих 204 событий библейских и сторонки благодарность Богу. И благодарность. 1 Иоанна 5.17. Всякая неправда есть грех. Римлян 6.23. Ибо возмездие за грех смерть. Иоанна 8.44. Ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна 8.49. Я считаю отца моего, а вы бесчестите меня. Я же еще чувствую и святого Феофилакта, и святого Андрея, а вы бесчестите меня. Стихотворение. Уж десять столетий промчалось собратья, с тех пор, как святые великие братья, Кирилл и Мефодий с любящей душой, внесли в мир славянство свет виры святой. Пришли, чтобы открыть наши грешные очи, И тьму разгоняя, как звезды сред ночи, Нам путь к Богу слово собой осветить, И в сердце отрадное чувство пролить. Уж десять столетий труды их святые, Вливает в сердца нам потоки живые, Божественных истин посредством письмян, Что создали братья на благо славян. С тех пор, дорогие народы предания, И песни о бытии его и страданиях, И повести славных деяний людских, Мы свято храним на страницах живых. Хвала вам, апостолы веры Христовой, Хвала вам, Мефодий и светлый Кирилл, Приход ваш к славянам, Ирусия – путь новый, К познанию истинной веры открыл. «Восхвалим же, братья апостолов веры, Великом семействе славянском своем, Слова их святые, святые примеры, Как высшее благо навек соблюдем, И им всей душою, не как лицемеры, Достойно хвалебную песнь воспоем». Жуковский В.А.